Накануне два выходных дня, а значит на досуге можно всей семьёй посмотреть хорошее кино. Телеканал Алматы подготовил обзор комедий, который можно и нужно посмотреть, а может даже пересмотреть. Начнём сегодняшний список с комедий 2000 года, которая не первый год возглавляет рейтинг лучших смешных фильмов по мнению одного из сайта о кино. Встречайте я, снова я и Ирэн. Главные роли исполнили Джим Керри и Рене Зельвегер. Сожалею, что приходится прерывать, но вашу машину нужно переставить. По сценарию Джим Керри в роли Чарли Бейлигитса, добрый и отзывчивый полицейский живёт мирной жизнью и никого не трогает, но стоит его задеть, как в этом кротком мужчине просыпается его второе я. Так это правда? Чарли шизофреник? На втором месте рейтинга самых смешных комедий фильм «Впритык». В кинокартине снялись полюбившиеся актёры Зак Галифианакис и Роберт Дауни-младший. Главный герой вот-вот станет отцом, и ему необходимо успеть к рождению ребёнка в Лос-Анджелес. Есть билеты на самолёт, время в запасе, в общем, ничто не мешает ему быть вовремя в Голливуде. Но тут в его жизни происходит судьбоносная встреча. К слову, режиссёр фильма «Впритык» Тодд Филлипс является создателем культовой комедии в трёх частях «Мальчишник». Могу поклясть это человеческих рук дело? Нет, неверно. Это Великий Каньон, не дамба Гойра. Знаю, что не дамба. Её же пилигримы построили. Завершаем хит-парад семейных комедий «Клик с пультом по жизни». Архитектор-трудоголик случайно находит необычный пульт дистанционного управления. Каково же было его удивление, когда он понял, что с его помощью можно отматывать жизненные ситуации вперёд и назад. Конечно, удобно, но не всё так просто. И теперь его ожидает масса сюрпризов. У вас есть универсальный пульт управления? Один прибор для всего, чтобы моя жизнь стала как-то легче. Круто! На сегодня всё. Смотрите только хорошее кино. Продолжение следует...